Дорогие друзья, добрый вечер! Мы продолжаем традицию съемки наших роликов. Сейчас опять вечер и мы сегодня дегустируем сорт, который весьма интересен. Интересен он, возможно, не то чтобы своим вкусовым профилем, а тем, как он будет похож или не похож на тот сорт, который мы пробовали совсем недавно. Итак, встречайте, у нас в гостях Бразилия Сантос 19. В этот момент, по-моему, должны быть такие аплодисменты, крики, но мы еще пока не научились использовать эти сложные звуковые эффекты, но не суть. Так вот, Бразилия Сантос 19. Что такое Бразилия, что такое Сантос, я рассказывал в ролике про 17 и 18 Сантос. Напомню, что 19 – это размер зерна, если вы хотите перевести его в миллиметры, то это 19,64 умножить на 2,54. Это 19,64 дюйма. И это, конечно, размер зеленого зерна. Единственный важный вывод – 19 Бразилия крупнее 17,18, которая, в свою очередь, крупнее 14,16. И есть еще один нюанс. Тогда я вскользь говорил о том, что есть такие вещи, как дефектность Сантоса, в смысле дефектность зеленого зерна, есть классификация, которая меряется как Нью-Йорк 2, 2,3, 3,4 и так далее, и то подобное. И есть еще оценка качества чашек, вкусовая оценка чисто, которая измеряется по шкале от Good Cup через Good to Fine Cup до Fine Cup. Это Fine Cup – это лучший вариант, и Нью-Йорк 2 – это тоже лучший вариант. Так вот, Сантос 19 обладает как раз всеми этими лучшими характеристиками. То есть, само зерно и чашка, которую мы получаем, они, в общем-то, по идее, по спецификации должны быть немного лучше, чем в Сантосе 17-18. Конечно, астрономической разницы между Сантосами нет. Если вы сравните, например, любой из Сантосов с Конгой Седой, то разница будет больше, чем между любыми из Сантосов. Но, тем не менее, у них тоже есть своя иерархия, своя классификация, и они тоже по-своему борются за место под солнцем. Именно по этой причине, по причине того, что 19-й Сантос – это лучшее сырье по сравнению 17-м и 17-м, и тем более 14-м и 16-м. И дело вовсе не в размере зерна, а вот в этих Нью-Йорк 2 и Fine Cut. Так вот, именно по этой причине мы добавили Сантос 19 в группу С. То есть, мы обжариваем его до уровня более светлого, чем Сантос 17-18. Почему? Потому что, чем лучше кофе, тем светлее вы его стремитесь жарить. Окей. Сейчас у нас первый способ, и это турка. И у меня в руках вот эта вот чашечка. Сегодня у нас день новшеств. Я бы даже сказал инноваций, но это слово уже вышло из моды в нашем, так сказать, окружении. Так вот, у нас сегодня новые чашечки, новая посуда. Нет бокалов для воронки, для фильтра, для фуровера, для темекса и так далее. Пока их еще нет, но есть чашечки для турки и есть интересные бодумовские стаканы, которые вы нам порекомендовали в комментариях. Сегодня мы их все испытаем. Окей, начинаем с турки. Аромат у 19-го Сантоса главным образом жарено-ореховый. Это жареный лесной орех. И в этом он, конечно, схож со своим младшим собратом. Во вкусе более отчетливо прослеживается кислинка. Я бы поставил ей 3-4 балла из 9 в турке. Кислинка носит более лимонный характер, но она очень хорошо сбалансирована с другими компонентами вкуса и ни в коем случае не выпирает. Кроме этого, мы находим в чашке какое-то количество орешков. Я бы сказал, что они в первую очередь здесь сырые, напоминают мне грецкий орех. Также есть немножко жареных орешков, вот эта кислинка, какао-профиль. И в целом мы получаем достаточно ровный, круглый, сбалансированный, спокойный кофе. Этот кофе, конечно, не хватает с неба звезд, но и это не его задача. Я хочу сказать, что этот кофе я добавлял в группу С по одной простой, но очень важной причине. Чем светлее мы обжариваем кофе, тем зачастую дороже сырье, которое мы используем. Конечно, у этого правила есть исключения, и я все время стараюсь найти какой-нибудь бюджетный интересный сорт, который мы могли бы обжаривать, например, совсем светло под фильтр в группу D. Например, одним из таких сортов, возможно, в ближайшее время станет Руан Дан Гома. Но, тем не менее, зачастую общее правило таковое. Чем светлее, тем дороже. Почему? Потому что чем светлее, тем лучше сырье. А почему мы обжариваем лучшее сырье светлее? Потому что кофейный путь, он имеет всего лишь одно направление – сторону света. Он не имеет других направлений. Я не встречал людей, которые начинали пить светлую обжарку, потом они вдруг переходили на темную, потом на очень темную и заканчивали зернами после второго крека, обильно покрытыми маслом и напоминающими уголь, и говорили, что это вершина того, что они пробовали, и они никогда больше не вернутся к этой плохой и ужасной светлой обжарке. Возможно, вы один из таких. Пожалуйста, напишите об этом, и я буду чувствовать, что моя картина мира существенно расширилась. Зачастую, тем не менее, я наблюдаю совершенно обратный процесс. Человек начинает пить кофе, он его пьет не задумываясь, пьет более темную обжарку и потихоньку-потихоньку знакомится с более светлыми вариантами. И когда он доходит по этой дороге до конца, он чувствует, что уже возвращаться назад к темной обжарке он не хочет. И это такой естественный кофейный путь. По нему идет каждый. Кто-то может идти по нему всю жизнь и так за всю жизнь никуда не уйти с темной обжарки. Это тоже совершенно нормально и естественно. Это выбор каждого человека. И дело еще вот в чем. Светлая обжарка, она, конечно, требует больше, больше, не могу подобрать нормальное слово, скажу ненормальное. Больше заморочек со всем тем, что сопутствует приготовлению чашки. Надо заморачиваться по поводу воды, по поводу помола, по поводу того, по поводу сего. Темная обжарка, конечно, менее прихотлива. Светлую обжарку в автомат не засыпешь. Получается что-то, ну, зачастую не совсем то, что мы хотели бы видеть, не совсем то, что написано на пачке. Окей, это какое-то отступление. Вернемся все-таки к нашему девятнадцатому. Так вот, девятнадцатый Сантос это самый бюджетный сорт из нашей группы С. И, в общем-то, зная предложение на различные сорта, я могу сказать, что девятнадцатый Сантос это, пожалуй, одна из лучших опций для именно вот такой средней обжарки. Для того, чтобы сочетать относительно других сортов низкую цену и достойное при этом качество. Итого, у нас получается ровный, мягкий какао-кофе с такой приятной, растекающейся по чашке кислиночкой, которая в турке заметна, с орешками, в первую очередь, конечно, сырыми, что-то типа грецкого ореха. А в аромате у нас больше жареных орехов, например, жареного лесного ореха. И мы переходим к следующему способу, и это мока. Итак, девятнадцатый Сантос в моке. В аромате в первую очередь прослеживается сырой грецкий орех. Жареных орехов практически не обнаружено. Вкус однозначно менее кислотный, чем в турке. Я бы поставил кислинке двоечку из девяти. Основной оттенок вкуса это по-прежнему сырой грецкий орех с добавлением такой очень-очень легкой цитрусовой кислинки. Жареных орехов практически нету. Какао проявляет себя здесь также слабее, чем в турке. Напиток однозначно менее концентрированный, более водянистый, соответственно он более разбавленный и все оттенки проявляют себя в меньшей степени, чем в турке. По мере остывания кислинка становится более заметной. В целом мы получаем такой ровный, мягкий, сбалансированный, водянистый, простой, незатейливый напиток с грецким орехом и легкой цитрусовой кислинкой, которая замечательно освежает чашку. Итак, следующий наш способ это эспрессо. Итак, Бразилия Сантос 19 в эспрессо. В эспрессо у нас все-таки более жареный ореховый аромат. И так всю дорогу мы наблюдаем некоторую борьбу. Это все-таки жареные орехи или сырые, пока жареные орехи ведут со счетом 2-1. Кислотность заметна. Она даже более интенсивна, чем в турке. То есть мы можем ее оценить на 4-5 из 9. Но, как я говорил, в случае турки кислотность хорошо сбалансирована. Она находится в увязке с остальными вкусовыми компонентами и благодаря этому она не выпирает. Но в эспрессо она, конечно, ощутима. Мы получаем такой ровный, приятный, хороший, сглаженный, сбалансированный эспрессо с такой цитрусовой, скорее, кислотностью, которая заметна. Причем в эспрессо кислинка, она не прямо лимонная. Она уже делает шаг в сторону более такой апельсиновой, то есть она становится более сладенькой. Орехов немного, ни жареных, ни сырых. Наверное, есть все-таки грецкий орех, так же, как в других способах, то есть так же, как в турке, где тоже была большая концентрация. У нас в аромате жареный орех, во вкусе все-таки больше сырой. Но здесь его совсем немного. Здесь на первом плане кислотность, а за ней присутствует такой хороший ровный какаофон. Чувствуется сладость, кислинка стала слаще. Вы знаете, это вообще очень, очень такой приятный, хороший эспрессо с кислиночкой такой. Вы знаете, она может быть даже не в сторону апельсина, в сторону мандарина. В сторону мандарина идет, но мандарин, когда он бывает такой не совсем сладкий, а более кислый. Купил мандарин, открыл, он прям кислый-кислый, недостаточно сладкий. Вот скорее, какие-то такие ассоциации она у меня вызывает. В целом, очень приятный, очень неплохой, очень ровный, круглый, кисленький эспрессо. На мой взгляд, он очень-очень даже неплох. Я уже было отошел, чтобы дать Диме возможность готовить френч-пресс. Как вдруг поймал себя на мысли, что вот на послевкусие-то как раз вылазят орешки. Вылазят жареные орешки, и я их очень сильно ощущаю. Вообще, послевкусие такое смешанное между жареными орешками и потом уже такими какими-то цитрусово-кислотными оттенками. Очень-очень такое неплохое. И, в принципе, я очень доволен тем, как этот кофе ведет себя в эспрессо за свои деньги. Итак, заключительный способ – это френч-пресс. А вот это тот самый стакан, который нам порекомендовали попробовать. Скажу сразу, что он мне уже нравится, потому что перелив туда горячий кофе, только что заваренный кофе из френч-пресса, я рукой совершенно не ощущаю того, что в стакане горячий напиток, то есть у него есть термоизоляция. И дело вовсе не в том, что в детстве, в юности или в отрочестве, я, честно говоря, забыл, что там что. Я играл с друзьями в игру «Подержи трубу», когда нужно было взять просто рукой и схватиться за горячую трубу и держать как можно дольше. Я в этой игре всегда выигрывал. Я думаю, дело не в этом. Дело в том, что это действительно прикольный, хороший материал. Такое ощущение, что в нем ели теплый напиток. Обманчивое ощущение. Ну, для аромата, наверное, все-таки нам больше нужна вот эта, как в бокалах для вин бургундии форма, потому что здесь я не могу сказать, что он как-то сильно интенсифицируется. Но для френч-пресса, в конце концов, это и не так, чтобы было очень нужно, наверное. Не знаю, сложно сказать. Но мне кажется, под френч – это точно хорошая вещь. И уж точно это лучше, чем вот то, что было у меня в разы. Это как бы сто процентов. Еще все-таки про стакан. Хитрый стакан. Я действительно держал, думал, кофе уже остыл. А когда отхлебнул, понял, что кофе весьма горяч. И немножко неожиданно чуть не поперхнулся. Ну, мне, честно говоря, сложно комментировать. Это получился такой водянистый кофе-кофе с таким жареным, кстати говоря, ореховым оттенком. Любопытно получилось. При наименьшей концентрации напитка у нас наиболее заметны именно жареные орешки. Они есть и в чашке, и на выдохе, послевкусие. Кислинки я практически не чувствую. Я бы сказал, что ее вообще практически нету. Ну, совсем что-то небольшое-небольшое где-то на на окраине вкуса находится. Но этого совершенно совершенно немного. Конечно, главное здесь жареные орешки. Какао тоже так условно немного. Скажем так, базовый уровень какао, который присутствует в любом кофе. Итого у нас получается такой немножко немножко разбавленный, жарено-ореховый, легкий, очень кругленький, очень ровненький, очень спокойный кофе. Этот кофе, наверное, подойдет как бы большинству людей, которые не имеют каких-то завышенных ожиданий от кофе, как, например, ваш покорный слуга. И, наверное, этот кофе соответствует какому-то такому классическому профилю. При этом, любопытная вещь, поскольку это все-таки средняя, не темная обжарка, нету вот этих горько-дымно-тельных вещей, которые у нас появляются по мере того, как обжарка идет темнее. Нету той молочной кислоты, которая все время нарастает в процессе обжарки и отвечает за вот эту сливочную такую текстуру, которая всегда у нас проявляется на более темной степени. Казалось бы, мы все закончили, но у нас сегодня есть еще кот в мешке. Пока мы все это пробовали, мне вдруг бесконечно захотелось попробовать 19-й Сантос в аэропрессе. Мне кажется, получится очень-очень неплохой напиток, и мы сейчас очень быстро, коротко это сделаем. Итак, Бразилия Сантос 19 в аэропрессе. Еще один стакан от Бодума, который вы рекомендовали нам в комментариях. Он полностью налит горячим кофе из аэропресса. Мы перелили его только что. Рукой я с трудом ощущаю температуру. Говорят, что внешность может быть обманчива. В данном случае обманчиво стекло у стакана. Посмотрим, как кофе себя проявят в аэропрессе. Уже привычный нам жареный ореховый аромат, в котором, может быть, чувствуется немножко масла. И очень-очень приятный, сбалансированный такой ореховый, но больше сырых орехов, такой ореховый напиток с легкой, достаточно изящной кислотностью. Да, кислинка чувствуется, но она, я бы сказал, она добавляется такими вкраплениями в общее тело напитка и иногда так чуть-чуть простреливает, создавая очень приятное ощущение. Порядка двух-трех из девяти я бы ее оценил, не больше. В целом, напиток достаточно мягкий, сбалансированный, круглый, ровный, освежающий благодаря кислинке и немножко ореховый в силу своей вот этой бразильской такой специфики. Итак, мы закончили пробовать Бразилию Сантос 19 в разных способах приготовления. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы, подписывайтесь на наш канал, приглашайте друзей. Мы обещаем много новых интересных серий, будем стараться разнообразить их какими-то интересными вещами, на которые нам хватит нашей простой фантазии. Ставьте нам лайк, оставляйте комментарии и пока!